У Беларуси 21-я година. Час подсумовать основные падеи дня у объективе. З вами Юлия Лабанова. Добрый вечер. Отказ за неякосную нафту. Компенсировать потери, которые нефтепровод понес в конце апреля-май. Беларусь планует повысить кошты на транзит российской нафты. Смерть на предприемстве. Там техника, оборудование. Наладан дышать. Оно могло само по себе отказать в любой момент. Трагичный выпадок на хлебзаводе в Чаусах. Кошт диплому. Собрать такую сумму, достаточно крупная сумма, ее сложно некоторым семьям. Я не готов платить больше, так как оно не стоит того. Вышайшая адукация станет еще дорожейшей. Компенсация за брудную нафту. Планируется поднять тариф ровно настолько, чтобы это компенсировало потери от плохой нефти. Именно такая цель данного повышения. Говорка идея про красавицкую аварию, коли Транснефть запомповала у нафтопровод Дружба, коли двух миллионов тонн забрудженной хлором сыровины. По трабованию Менску с этой аварией не связаны. Рэчет российский энергетичный аналитик Сергей Пикин. Они хотят, чтобы газ был дешевле, но раз газ не дешевле, тогда давайте компенсировать стоимость газа, например, через рост тариф на прокачку. И каждый раз происходит торговля. Новую домову об кошках на газ Менск и Москва плановали подписать до 1 липеня. Однако перамовы до ГЭТУЛ протягиваются и становятся все больше заблытанными. По инициативе российской стороны эти вопросы были увязаны с темой более тесной интеграции. Вряд ли Беларусь активно пойдет навстречу этой более тесной интеграции, поэтому тема может затянуться. 256 миллионов долларов – стольки наша окраина отрымала летость за транзит российской нафты. От повышения тарифов мы выиграем додатковые 56 миллионов. Это в два раза меньше застраты, которые поводили Белнафтахиму, Беларусь понесла в вынику забрудживания дружбы. Тому заяву про повышение тарифов может иметь не только экономичные мэтты. Это нагадать России, что в Беларуси так само есть рычаги уплыв. Но всякий случай, не забывайте, что ваша нефть, нафта и газ идут, и беларусские трубопроводы. За транзит тонны нафты Россия платит нам в два раза меньше, чем Украине, и в три раза меньше, чем Казахстану. Те сгодится транснефть платить Беларуси больше, обмерковывать рано. Перекананный российский аналитик Сергей Пикин. Махтшима, потребующий повысить тарифы на транзит нафты, Менск, примушая Москву до соступок у инших, больш важных перемовах Абгазия. Александр Папко, Белсад. У Чаусах на Могилёхщине цягам тыдня пахавали двух працевников хлебозаводу. Сегодня развитались с 49-годовым Владимиром Скорбом, напарником цестомешальницы, якая днями загинула в механизме машины. Прошли четыре дни после трагичного сдарения мужчина наклав на себе руки. День простой ситуации приглядалася Юлия Цальпук. У Чаусах пахавали 49-годового Владимира Скорбу. Батьку двоих полногодовых детей. Мужчина наклав на себе руки прашь четыре дни пасля трагичной страты напарницы на заводе, где працавау. Что произошло, як получилось? Ну, одно, что там техника, оборудование. Наладан дышать. Оно могло само по себе отказать в любой момент. Говорка про тесто-мешальную машину, с якою у выключенном режиме 4-го липеня працавала 52-годовая Тамара Богданова. Як сталося, что машина включилась, никто не бачил. Кнопки, когда включаешь, они с одной стороны, а она была с противоположной. Нельзя включить кнопку и оббежать вокруг этой дежки и попасть под эту тесто-мешалку, под этот механизм. Ведаем, что в обовязках у Владимира было подвозить муку до этой машины. И что это он вытягивал от туль скалеченную жанчину. Пьяных не было никакого, все были по своих местах. Я его туда тянул, и девки пришли, кричали ему, вызывайте скорую. Али люди казали розное. Что он нажал кнопку, она работала, и ее лапой у мешалки ударило или что. Тягали его по милициям, затягали. И я думаю, что он такой, знаете, он безобидный, слабохарактерный человек. И он набрал себе в голову, и, возможно, что напился, и повесился, когда дома никого не было. Справою занялся Следующий комитет. Напереде экспертиза машины, за которую СК уже выставил рахунок Чаускому райспажу Союзу. Головному предприемству хлебозавода. Экспертиза, я думаю, будет проходить в нашем присутствии. Следственного комитета, меня, моих колокольчиков подчиненных и Департамент охраны труда. Техника безопасности, все документы, что забирал Следственный комитет, нарушений там нет. Все расписано, все разложено. Расписывали и раскладывали уже после визиты делегации Следующего комитету, которая опытала працевников гуртам на упрост на заводе. У РАЙПО сказали, чтобы он написал заявление о переводе в Мукасею задним числом. Зачем это надо было так, РАЙПО, я не знаю. У подобных выпадках пытание отказности наступное после компенсации семьям. Похование обо двух парцевников организация взяла на себе. Александр Ярошук с Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Толумачить, что хлебозаводы у широку наибольшь травма небезпечных предприемствов агропрамыслового и будуулянного комплексов. Есть и додатковая, агульная для усих проблема. Командно-администрационная система керавания экономикой штурхает керавников предприемств, организаций на то, как бы они приховывали випадки порушения, ховы працы и здарения. Гэта поляпшая держ статистыку и вызволяя предприемствы от потребы компенсовать шкоду. Калиш доходить до гибели, за справу берется следство. У справе Тамары Багдановой яно допытала, а потом сгубила галовного светку. Юля Цельпук, Белсат. Неякосная пиротехника. Найбольшимоверная причина выбуха у пачас салюту на День незалежности у Менску. Гэта кстверджает старшиня следчага комитету Иван Наскевич. А голым же следство разглядая 4 версии здарения. Паводли Наскевича, теперь самая головная доведаться. Пиротехника была неякосная от початку, ци сталася такой. Выбухи у Менску прогрымели подчас святочного салюту 3 липеня. Одна особа загинула, ящи 10 потерпели. У вынику затрымали двоих представников российской компании «Пиророс» – импортера пиротехники. Не забавя им выставить обвинувачение. Тем часам конструктор установок, что выкористовывалися подчас свята Андрей Инкин, поведомил у интервью блогу антижурналист, что Министерство обороны Беларуси отмовилось от техничного обслуговывания пусковых установок и что их набивали не процедуники Пиророс, а белорусские войсковцы. Сам Инкин мился контроливать процесс запуска салюту, але не змог приехать у Менск в Раскваробу. Завтра стартует прием документов абитуриентов у белорусские университеты. Податься на бюджетную форму навучания треба поспеть тягом 5 дней. На платную можно будет податься аж до 4-го жнивня. Расценки ж на навучание селета университеты опубликовали ранее, чем все звычайно, бо оплата повысилась. Кольки каштують веды у нашей краяне, расповеде Вольга Старостина. Таких традиций у белорусских державных университетах нема. Зато и после закончения университета есть традиция обовязковых размиркованья. Коль хочешь яхо пазбегче, або просто не поступил на бюджетную форму навучания, можешь вучиться на платной. Але отверсия навучание станет дорожайшее. Абитуриенты, цеперешние студенты платники, дыхные и батьки, переважно не у захоплёння от этого. Я не готов платить больше, так как оно не стоит того. Если бы я поступала на то время, я бы не пошла даже бы на высшее, потому что не все белорусы готовы столько платить за образование, которое, по сути, сейчас не очень-то и потребно. Конечно, бьёт. Но, во-первых, собрать такую сумму, достаточно крупная сумма, и его сложно некоторым семьям. А суммы ГТ – наступные. Гэтак загадовое навучание у Беларуском национальном технологичном университете першокурсникам сё лето доведеться заплатить на 300-400 рублёв, большим ихным попередникам летась. У Менским державным лингвистичным университете и Беларуским державным педагогичным университете имя Максима Танка так само подняли кош на 300 рублёв. Беларусский державный экономичный университет поднял ценник наименьш – на 100 рублёв. Сыниваю плохо, и за плохое образование не стоит платить вообще. Лучше бы зарплаты повысили, тогда и учёбу можно повысить. Эксперты шличат, что незалежно от якости навучания и кошта у него, охватных отримать диплом об скончании ВНУ особливо не поменее. Для одних это способ откоситься от войска, для інших лепш подрыхтоваться до небагатых на вакансии рынку працы. С опошней причиной и державе выгодно, как молодёны да уже и вучилися. Гэта способ затормазить, ось гэта и безпрацовье, без людей, які не здольны уладкаваться на працу. Павялечення годов, які особа тратить на навучання, гэта послабляе, ось гэта и тиск безпрацовье. Але у нечим павялечувае гэта и тиск пасля таго, як молодь заканчувае ВНУ. Паводля адмысловца шмат выпускников не могут знести працу паводля своей специальности. А некоторые из тех, кто усё ж уладковывается, на практице бачать, что тримали веды далёкие от сучасных потребований у життя, як, наприклад, часто педагоги. Їх рыхтуюць по старых явлённях про середнюю школу. И они навыць не разумеюць, не ведаюць, як справляцца с сёняшніми технічными, технологічными новінками, як будуецца адукация, сёня прарывная адукация ў свете. Нарашэння платіцца адукацэй ціні, і за якую у абітургэнтаў застаецца усю мінш часу. Кончаткова треба визначыцца до четвёртага жнюня. Вольга Старостіна, Белсат. Расейская АЭС на беларускай землі – гыты инструмент гібридной вайны. Восім беларускіх оппазіцыйных партыев і громадскіх аб'яднанів ў літовскім Вісагінесі выказалі адзіную пазіцію на контбудавніцтва Астравецкай атомной станція. Сярод подписантаў заявы – лідры Беларускага народнага фронту, аб'яднанных грамадзянскай партыей, Беларускай соціялдэмократычной партыей «Грамада», Руху за свабоду, Беларускай хрэстіянскай дэмократы, Беларускай партыей «Зялёныя», Грамадскай ініціятыбы «Наш Дом» і Архкомітэту партыей «Жанчын» «Надзія». У супольной заяві палітыкі патрабуюць адкласть і запуск Астравецкай АЭС. Яны лічыць, што гэта створыць рызыкі для еканамічны і фінансавыў стойлівысті Беларусі, а таксама неся пагрозу незалежнасті нашай краіны. Датаго ж, паводлі заявніка ў будовля АЭС адбываецца ва умовах безатказнасті ды непразрыстості. Беларускай АЭС будуіцца паводлі росейскага праекту ў Астравецкім районе за 50 кілометраў адмяжыз Літвою. Запуске ё першага енергоблоку запланованы на канец гэтага года. Беларускія жанчыны сярут тых, што маўць самыя ровныя правы ў свете. Прагэта свечыць даследуванні Сусветнага еканамічнага форуму. Паводлі індэксу гендарной ровнасті літоць Беларуся бышла Польшу, Расею і Украіну, заняўшы 28-е месца со 149 краінов. Ой, столькі разрыў ў заробках беларусов і беларусак нашмат больша, чымсі ў нашых заходніх суседзеў. У гендарной статыстыцца разбіраўся Віталь Бабін. Не глядзічы на тое, што мы, мушчыны, уменьшай колькості заняты ў працы, заробляем мы больш. Белстат твердзіць, што заробкі беларусов амальна тратіну больша за заробкі беларусак. У Межнародный День народа населенства разбіраўся. Чаму так адбываецца? Беларускія жанчыны, подкрэсливая национальны статыстычны комітэт, ў середнім працуюць што дзень на сорок філінаў менш, чымся мушчыны. Зато ў праходячы з працы да дому, амальна дзве гадзіны больш працягуць займацца хатні гаспадаркай. Агулам жа, паводлі звестак, на снежань минулага года ўзровень занятості мушчыныў складаў 82 адсоткі, жанчын на 2 адсоткі больш. Прыгэтым середні заробак беларусов перэвышаў заробак беларусак больш як на 300 рублёў. Одзіна з таких на поверхності ответов это наша семейная политика, которая активно говорит, вот женщина – это хранительница очага в первую очередь, она можат уйти на 3 года в декретный отпуск. Традицыйна наўменьшы разрыв ў заробках па меж жанчынаме і дымушчынаме назяраецца ў сейскай гаспадарцы, де заробкі одне з самых малых ў краіне. А вось наўбольшы ў айті галіне, де выплаты самые великі. Алена Агарылышева, якая займаецца гендерными даследуваннями, падкрэслюя, што ровнаць ў заробках варта выучаць больш глыбока, чымся просто абапірацца на статыстыку. Розная кампанія зараз, минавіта ёурапейскія, калі яны пералічываюць, высвятляецца, што мушчыны заробляець менш ў нікатарых пазіцях. І гэта так сама працюя ў адваротны бок, таба калі гэта неровнаць до мушчынаў на тых же самых пазіцях, значыцца мушчынам так сама павышаець зарплаты. Те адшуваюць беларусі даскрэмінацію ў жанчын ў заробках, мы запыталіся на вулицах Менску. Моі всі знакомі жанчыны заробляють більш, чим я заробляю. Я за шут їх жау. Сколько наші жанчын сильнее, чим мушчын? Даже президент об этом сказав. А вы говорите, що вони менше зарабатують. Просвідумую даскрімінацію, я б не казала про це. Я думаю, що таким чином просто розмірковуюць традиційна соціальна ролі. Мужу я не можу говорити паўти на поличну. Я хожу сама. За то, що пошла, минус премія. Всё, вот, получается, менше заработок. Аднак, не глядячи на великую розніцу оплаті працы, а мальна тратіну, разрыв паміж заробками беларускіх мушчынав і жанчын, што году скарачаецца. Гэткая тендэнція назіраецца і в інших країнах. Віталь Бабін, Белсат. Будавніцтва падземнага паркінгу пад вокнамі жылога дому – не порушенне. Гэткі адказ з адміністраціей гораду отрымалі жахарышмад паверховкі на вулице Розы Люксембург у століце. Факты парушэння ў яны спрабавалі давісті адказным чыновнікам ўжу не адзін год. Але не здабывши падтрымання, звярнуліся ў суд. Халіна Бакунчик працягня. Гады змаганні супрайз паркінгу пад вокнамі жылога дому не даў плюну. Менгар выканкам адказав жахарам, што парушэння ў нея выявлена. Будова працягваецца, але жахары намераны і надалей змагацца за свае правы. Нурмы санітарны, экологічны, пажарны бяспекі, адсутныць дзяцячых пляцовок і падзэздуў да дому, толькі частка парушэння ў зякі мейдзе будовніцва падземнага паркінгу, кажуть жахары. Гэтам атурмалі письмовые пацверджэні з розных наглядных дзяжавных інстанцыў. Аднак сталі закладніками ўсі дазволінасті кампаніў-забудовніка акціонэрнага таварыцва лект і спріяння з боку грацкіх уладав. В этом письме без слёз читать нельзя, што ни строка, все нарушэння. І пішэцца в основном о праэкці самого паркінга. І ні слова не пішэцца о том, што нарушэны нашы гражданскі права. Змагані супрыць падземнага паркінгу, які будуюцца залічэны метры ад стэннаг дому, жахары вядуць 8 гадоў. Загэты час акцівісты выучэлі ўсі патрыбны санітарны і будовнічы нарматывы. А пасля іхніх скаргаў будову припынялі. Спыніція цалкам спадзеваліся пасля сустрэчы са старшыньом Менгарвыканкаму гэтым лэтам. Аднак спадзеванні не апраудаліся. Улады сталі на бок забудовнікаў. Закон об архітектурных городобудовнічх дзейності носі декларатывны характер і там шмат нормаў просто отсылай на іншы документы. Гэта даў махчымыць нашым чыновнікам прикрывацца темнікотэхнічными нормативными актамі, пастановамі і робіць розны забудовы і узгадняць іх. Гэта, канешні, ўскладняе працэс для жыхарам отсылайванні сваіх правоў. Падпісы паскаргамі на порушэнні і патрабаванні забязпэчыць годны умовы жыцця пастаўлі боль за 300 жыхароў дому. Аля улады да Меншаковні праслуховаюцца. Кажа, палітык Юразь Губарэвіч, які дапамагае жыхарам іншого столічного району змагацца з ушчыльненнім. Те, хто кіруюць горадам, не праслуховаюцца да людзей, бо они разумеюць, што адказнаці они будуть несті не перад людзмі, які не абірают мясову ладу, а перад чиновніками, які їх призначаюць зверху. Відавочна, што ёсць і бізнес-інтерэс, і корупційныя схемы, бо немагчыма прымаць рашэні з парушэнням законодавства, відавочными парушэннями, про які гавурат людзі, і робіць выгляць, што нічога не адбываюцца. Цяпержа слово за фімідай. Активісты супрадьбудовніцтва падземнага паркінгу на вуліцы Розы-Люксимбург падрэкставалі два пазовы ў суд. Супрадькампаніў забудовніка лект, а таксама дзяржбуд-экспіртызы. Галіна Бакунчик дал сад. Ахвярымі моцнага шторму на грецкім паўостраві Халькі-Дыкі стали шэсь туристал. Зіх двоё грамадзянов Росія, двоё чэхал і двоё румынов. Мні 77 гадоў, але я ніколі не бачу нічога больш жахліва ў своім житі. Ніколі такога не бачу. Боль за 100 чоловек отрымалі травмы розныў цяшкасті. Каля сямідесяці звернуліся по медичнуў дапамогу. Улады паўостраву обвістілі надзвычайнае становіща. Ветры і лівнівыя дажджы, што обрынуліся на регіон, сіноптыкі адзначаю цяканамальныя ў гэтаю пару года. Пакручасты вуліцы, на тоўп аматараў вострых пачуців і дзясятак разюшуных быков. На паўначі Іспаніі распачаўся традицынны фістываль Сан-Фэрмін. Небезпечная забава, сёліта з раняннямі шпіталізавалі сім чалавек, прывабліваю Україну гасті з усяго свету. Пабачым гонкі і мы без коментара. Музыка Караткачасовые дажджы ў асобных регіонах країны з навальніцамі. Заутро ў Беларусі захаваецца халаднаватая надвор'я. Больш падрабязны прагноз празымгнені на мапі, аў мені на гэтым ўсём. До зустрече заутра. Музыка 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 Музыка